Не свернем с родного курса. Кандидат все тот же Стурза. Наверное, так решили в команде премьер-министра и выдвинули его на пост министра обороны повторно. Таким образом, Министерство обороны отвели роль Министерства нападения, ну или Министерства войны, войны политической, между правящей коалицией и президентом. Сегодня я предлагаю расширить рамки дискуссии, развернувшейся в этой связи, и разобраться, а что это, собственно, за должность такая, министр обороны. Кто реально на нее должен претендовать? Какова его роль в системе безопасности? И, конечно, как должны быть выстроены его отношения с верховным главнокомандующим? Разбираемся принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Ну и с огромным удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Сегодня у меня в студии два генерала. Два, ну, бывшими не бывают министра обороны, да? Министра обороны Виталий Морянуца и Виктор Гайчук. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вам вопросы, которые я поставила в начале программы? Как думаете о силе? Я думаю, что да. Отлично. Давайте так вот, из личного опыта, господин Морянуца, как вы понимали свою должность? И оправданы ли те страсти, которые вот сейчас разгорелись вокруг должности министра обороны? Я помню, раньше все как-то больше сражались за должность министра транспорта, да? А вот сейчас у нас такие страсти вокруг министра обороны. Что это за должность такая? Вы знаете, раз мы находимся в программе «Дело принципа», то должность это, я скажу, что это принципиально главная должность для системы безопасности Республики Молдова. Особенно для системы военной безопасности. Но, к сожалению, всегда было так, что военная безопасность Республики Молдова была не на крайнем плане, а где-то еще дальше, еще на каком-то краю. Потому что любые власти, которые были, и неважно, с левой стороны, с правой стороны, проевропейские, пророссийские, проазиатские, буквально всем властям было как-то не до военного сектора. И сейчас мы тоже, наверное, присутствуем на медийной начале предвыборной кампании, а не на войне между правительством и президентом насчет Министерства обороны. То есть вы так полагаете? Я полагаю, я считаю, я уверен, что это так, потому что я про себя думаю, что имею это качество анализировать чуть-чуть, и опыт жизненный, и политический чуть-чуть опыт. И с моей точки зрения это все направлено, это медийная кампания на простого зрителя, и ни с чем не связано с нуждами Министерства обороны и безопасности Республики Молдова. Благодарю вас. Господин Гайчук, что за должность? Как вы понимаете, должность Министра обороны? Тем более я не могу не сказать для наших зрителей, что президент в качестве кандидатуры на пост Министра обороны предложил именно вас. Ну, я абсолютно согласен с моим коллегой, что это очень важная должность в государстве, в которой человек должен, скажем так, если президент как главнокомандующий, как президент страны, и в Конституции это прописано, что он отвечает за обеспечение безопасности страны, то это первая его опора, это министр обороны, который должен быть тем человеком, который обеспечит эту безопасность через национальную армию, через командование национальной армии, в координации со всеми другими структурами. И я считаю, что всегда должность Министра обороны в Республике Молдова была одна из престижных должностей. Это важная должность, и поэтому... Это очень важная должность, если мы вспомним, что один из министров обороны дошло до уголовного преследования за его действием. Я сейчас не говорю, что потом это уголовное дело пересматривали, но вы понимаете, да? Я говорю о господине Пассате, если непонятно, да? Можно так сказать, но я хочу сказать, что это важная должность, потому что все-таки армия – это группа людей, вооруженных людей, которые призваны обеспечить безопасность страны. В Конституции написано еще, что они должны страдать на страже конституционного строя. Все равно это сила. Большая, маленькая, это уже другие точки зрения. Но это сила в государстве, которая, скажем, надо доверять человеку, которому, наверное, доверяет президент страны, которого предоставляет народ. Набор качеств. Вы хотите запомнить? Да. Еще одно я хочу сказать из личного опыта, что это, наверное, самая тяжелая должность в правительстве. Я почему хочу сказать? Министр финансов сейчас взялся за голову и говорит, попробовал бы он госбюджет формировать. Но я скажу почему. Я скажу и почему. Потому что единственный министр, у которого двойное подчинение. Он подчиняется и премьер-министру напрямую, и президенту напрямую. То есть президенту как главнокомандующему, премьер-министру как председателю правительства. Оттуда, откуда приходят деньги, приходят прямые указания, планы, стратегии и т.д. И когда президент хочет одно, дает тебе один приказ. В тот же момент, по другому телефону, приходит другой приказ. Пропорциональный, то есть противоречащий первому приказу. Что ты делаешь в этот момент? У вас так было, господин Мариноч? Было и не раз. А у вас, господин Мариноч? Вам было проще? Не было проще. Было намного проще. И поэтому я говорю, что это одна из самых тяжелых должностей, наверное, когда президент одного формирования, правительство другого формирования. И, наверное, это самая легкая должность, когда обоюдное согласие между правительством, парламентом и президентом. Тогда никому ты не нужен, делаешь свои планы, стратегии, выполняешь, денег нету, так что делаешь то, что можно делать без денег. И, в принципе, молишься Богу, молишься Богу, чтобы не было ЧП. Потому что и как ЧП, все сразу вспоминают опять про Министерство Абурана. Спасибо. Мне показалось это дополнение важным. И все-таки хочу узнать набор тех качеств, господин Мариноч, которыми должен обладать министр. Вот сейчас все спорят, каким он должен быть, вот этот будущий министр обороны. Ну, первонаперво, все думают, гражданский? Или все-таки этот человек должен выйти из рядов вооруженных сил? Или хотя бы иметь какой-то опыт работы в них? Я не знаю, какие-то наверняка есть еще и личностные качества, которые, на мой взгляд, для человека, который управляет армией, они, безусловно, важны. Что вы можете назвать? С моей точки зрения, министр обороны должен быть, как и другие министры, гражданским человеком. Потому что мы в демократическом государстве, мы выбираем парламент. Парламент, конечно, выбирает правительство. И, в принципе, воля народа, она изнесется теми политическими чиновниками, которые приходят во главу одного или другого министерства. Я, хоть и военный, бригадный генерал, я думаю, что давать область военную полностью, только военным, нельзя. И мы имеем опыт и Чили, и Аргентину, и другие страны, где военные потом пришли к власти. Поэтому должен быть гражданский человек, но не бум-бум в этом деле. Должен быть человек подготовленный и морально, и который должен знать и область безопасности, и военной безопасности, и международные отношения. Я бы дал скриншот или кадр этого человека. Он начинал, скажем, в Министерстве обороны, потому что у нас гражданские всегда были. Не знаю, в Управлении внешних связей. Он выучил чуть-чуть там, потом он какой-то курс прошел по международной безопасности. Пошел в Министерство европейской интеграции, там есть отдел НАТО, отдел международных организаций. Чуть-чуть выучил там, сделал какой-то мастерат в области, опять же, евроинтеграции или безопасности. Чуть-чуть в СИСИ, может быть, его взяли. То есть человек, который, когда приходит, не знаю, к 40, к 39, не важно. Господь Варенутся, вот секунду. Он подготовлен уже в этом деле. Спасибо. То есть если этот человек, вот просто главная характеристика, Сигэт, он будет менеджер. И никакого опыта. Этого мало? Вы знаете, у меня такое скептическое отношение к новой профессии менеджер. То есть менеджер, берешь его от яиц и ставишь его... Ну вот демократы говорят, главная характеристика. Был Сергей Сырбун, стоял на вашем месте. Кстати, я спросила, какое главное достоинство у вашего кандидата? Он сказал, он хороший менеджер. И все. В принципе, больше он не мог назвать. Это хорошее качество. И оно должно быть у министра обороны как хорошего менеджера. Потому что он должен, в принципе, руководить процессом развития области безопасности. Целого министерства. И он должен иметь качество менеджера. Но я считаю, что этого недостаточно. Особенно в наше тяжелое положение, региональное, сегодняшнее, да и внутри страны. Поэтому я думаю, что должен быть человек, который имеет кое-какое соображение о безопасности и о процессах, которые должны иметь место в этой области. Спасибо. Господин Гачук, вам слово. Какой должен быть он министр? Какими качествами обладает? Но я так думаю, все-таки военный человек. Я скажу более дипломатично, потому что все-таки у меня есть дипломатический опыт, что не само важно, военный он или гражданский. Важно то, чтобы он любил свою родину, республику Молдова. Я уточняю, потому что для некоторых граждан разные родины бывают, которые живут в Молдове. То есть это должен быть государственник? Государственник, который любит свою родину. Я с трудом понимаю, когда министр становится и говорит, что вообще-то мы с другой стороны, но пока руководим этими структурами. Первое. Второе. Конечно, он должен быть компетентным. Конечно, он должен быть неплохим менеджером. Он должен быть обязательно, потому что он управляет финансами, ресурсами. Он должен обеспечить армию в тыловой. Это его действие министра. Он должен, чтобы солдат был обутый, покорбленный, чтобы армия имела боеприпасы. Это все обязанность министра обороны. Он как бы главный снабженец армии. В то же самое время и из военно-патриотического воспитания он должен заниматься. Он всем. Это знаете, армия это мини-государство. Это мини-государство. В армии есть все институты, есть медицина, есть образование, есть культура, есть здравоохранение. В армии есть все. Даже детский сад был до недавнего дня. Поэтому это в принципе мини-государство, и ты должен управлять. Тебе государство дает столько бюджета, и ты должен управлять так, чтобы все были довольны. Все обуты, все однокорблены. А может ты еще можешь заработать, что-то сделать еще больше людям. То есть вот эти качества должны быть. Но в первую очередь, конечно, любить ту же армию. И поэтому я не хочу сказать, что надо категорично быть нет. Кстати, Соединенные Штаты одна из самых демократичных, по вашему мнению, стран. Правильно? Министр обороны сейчас бывший военный, генерал. Да там три министра, которые бывшие военные. Может это плохо, может это хорошо. Но нельзя сказать, что только такое должно быть. Но в конце концов, я думаю, что должна быть и нормальная, слаженная работа между главнокомандующим и министром обороны. И в том числе и правительством. Это должно быть. Потому что не можем мы жить постоянно в стране абсурда. Я вот не открою. Это же не секрет, что были проблемы у господина генерала с... Мы поговорим, у меня будет вопрос. Все, тогда не буду. Не буду. За господина генерала не нужно. Я просто хотел сказать пример. Когда это приводит к нехорошей ситуации, к нестабильности, к разногласиям. Наши граждане должны быть спокойны за обеспечение нашей безопасности. Один маленький такой вот блиц. У него может быть второй граждан в таком республике Молдова? Ну, по моему понятию... Да или нет? Господин Маринуца. Закон позволяет, да. Ну, вы считаете, что может? То есть два гражданства? Если у нас... И республики Молдова, и, например, там, Румыния, Россия. Это нормально. У нас председатель парламента имеет, председатель правительства имеет, Бельца имеет, Камрад имеет, везде имеет. Значит, здесь можно. Поняла. Логика ваша тоже. Мне понятно. Еще один вопрос, который волнует сейчас в связи с новым назначением. Это должен быть политический назначенец или нейтральный? Вот господин Сырбу сказал одну фразу в прошлом эфире, что он сказал, что министр – это должность политическая. Но тут же, понимаете, как у нас понимают, что это член какой-то партии. В данном случае, наверное, правящий. А правильно ли это, что министр обороны – это политическая фигура? Ну, я затрудняюсь сказать, считаю, для нынешней ситуации, я лично был не политической фигурой. Я уже был министром обороны, был в правительстве Тарлева, но я не состоял никогда в партии. Я даже, скажем так, при моем назначении, то есть перед моим назначением, я даже не был знаком с Владимиром Воронином. Первое знакомство было, личное первое знакомство было перед назначением. То есть порекомендовали и назначили меня чисто как профессионала, как военного профессионала, как в том числе и менеджера, как человека, который изнутри армии знает армию и сможет управлять, скажем, в это дело. Поэтому я затрудняюсь сказать в данном случае, но вижу в данной ситуации, конечно, лучше было бы, чтобы он занимался и не имел партийный билет, и слушал, что говорит его председатель партии раз, председатель правительства два, президент три. А мы сейчас спросим господина Маринуца, как это было, как председатель партии ему звонил. Я уже говорил об этом. А ведь вы же все-таки прошли по квоте либералов на пост министра, да? Вот. И сколько раз вам звонил господин Гимпу? Ну, я не вел дневник сколько раз, и когда мне звонили... Вы не поштучно, что называется, а примерно часто... Я говорил насчет того, что звонит президент, и так даже звонит премьер-министр. Давайте не будем забывать, что господин Гимпу был президентом почти полтора года. Да. И Влад Филат был премьер-министром. Да. И у них отношения были не такие уже дружелюбные всегда. Да. А здесь насчет вопроса, который вы задали, я чуть-чуть не согласен с господином генералом, потому что должность министра обороны – это военно-политическая должность. Секундочку, давайте мы не узел. Мне интересно, вы ведь еще и предпрезиденте не только Гимпу были. Да, и при Лопу был. Вот. Поэтому мне интересно, как лидер партии... И при Кимовке был. Вот. Поэтому мне интересно, как лидер партии... Вы сейчас элегантно ушли, а я вас верну. Как лидер партии вам звонил господин Гимпу? Вы знаете, как лидер партии он мне не звонил, не давал указания, но мы встречались на бюро партии, где я, тоже не будучи членом партии, я не был членом партии либералов, я поднимал вопросы армии на бюро, когда меня приглашали, поднимал вопросы армии, необходимости снабжения и многое другое. И требовала от партии, чтобы она в коалиции, в которой находилась, поднимала вот эти вопросы. Иногда мне удавалось, иногда нет. Заостряю вопрос. Господин министр Маринуца едет в Румынию. Господин Гимпу ничего не говорит? Вот будешь говорить, там интервью такое, давай. Нет, никогда не было такое, что говори вот это в интервью или другое в интервью. Я всегда знал сам, под своим убеждением, что говорить и что не говорить. И у меня всегда было дело принципа. Я и из должности ушел из-за принципа. Потому что многие стратегии, планы, которые мы разрабатывали на протяжении 4,5 лет, сколько я был министром, некоторые из них начинались даже при генерале Гайчук и министре Гайчук. И так не удалось за 4,5 года. И вот прошло уже 3, почти с половиной года, как я ушел из должности. Они до сих пор не одобрены, не прошли через парламент, не прошли через правительство. Вот поэтому я и ушел. Хорошо. Так что дело принципа во многом. Хорошо, вот мне интересно, знаете, какое дело принципа, да, мне приятно, что вы много раз повторяете. Это должность принципиальная, на этой должности должен быть принципиальный человек. Потому что область безопасности в таком состоянии сейчас, и вообще-то давно уже, что там или принципиально работаешь, и тебя, наверное, снимают очень быстро, или ты сидишь на должности, и ты доживешь до 2018 года, до выборов. Знаете, почему я еще спрашиваю про политическую направленность? Я понимаю, что вы сейчас не будете говорить каждый про период, когда вы были министром. Но как народ понимает? Вот идут выборы, солдаты голосуют, так? Да. Очень многие люди говорят, ну, конечно, солдаты будут голосовать за ту партию, в которой относится министр. Вот имеет право эта версия на жизнь или нет, господин Гайчук? Ну, частично скажем. Частично. Если честно говорить, то есть такое дело. Хотя нельзя же, ты же не идешь в кабину с солдатом, да? Да. Конечно, ты говоришь, допустим, был президент Воронин, я говорил, конечно, говорю, и, не буду лукавить, и жизнь с 2001 и по 2004, я не знаю, наверное, экономический бум был во всей Европе и в Молдове тоже, но жизнь с момента вступления в должности и у военнослужащих тоже намного стала лучше до 2004. Я не могу сказать, что было после 2004 с национальной армией, потому что меньше уделял внимания, больше уделял внимания уже, скажем, дипломатической работе, но я имел аргументы говорить то, что вот, в принципе, многие вопросы социальные решались, обеспечение, финансирование, отношения. Ну, я согласен, что мне было проще, потому что там и в стране было, не только в армии было единое начали, но и в стране тоже. Может, это, может, я не знаю, что. Я не могу дать сейчас оценку, почему экономические показатели с 2004 по 2008 растут все, а с 2008 замедляется, а потом как-то меньше. Ну да, тогда, если вы помните, кризис был всемирный. Но дело не в этом. Хочу послушать, да, господина Маринуцу. Вот господин Гайчук говорит частично. Мне кажется, что, если не лукавить, то есть такой момент. Есть. Есть. То есть, если министр дал приказ, то я не уверен, что этот приказ выполнят. В зависимости, как министра уважают и как его видят именно министра, да, он решил проблему армии или не решил, армия лучше при этом министре или нет, а не потому, что министр приказал голосовать за ту или иную партию. И поверьте, это так, потому что я испытал, сколько, 4 или 5 выборов было за 4,5 года. То есть, каждые полгода почти выборы. И я знаю, что есть и всплески, когда армия голосовала за партию, в которой я был, и когда армия не голосовала за партию, от которой я был направлен на эту должность. Ну, голосовала тогда, когда ГИМП был верховным главнокомандующим, это так? Нет, не всегда. Не всегда, да. Не всегда. Но я скажу, что, в принципе, если учесть, сколько человек в армии, да, и сопоставить с процентов населения Республики Молдова, сколько там голосов, то это мизерная часть, никто не обращает внимания на армию, как на машину для голосования. Поверьте мне. Ну, поверьте мне, что вы здесь недооцениваете. Когда идет предвыборная кампания, обращает внимание на все. Да, каждый голос важен и так далее. Да, безусловно. Поэтому я сегодня думаю, что то, что творится сегодня вокруг армии, да, это не насчет армии. Эта кампания уже началась с 2018 года, и каждый хочет сорвать очки не из армии, а от населения. И если, допустим, я считаю, что что одна сторона, что другая сторона, да, сейчас думает, как воспринят одно или другое действие ихний электорат, а не как это отразится на армии. Потому что если бы думали стратегически, допустим, был бы я на месте Додона, да, может когда-то и буду, но сейчас нет. Был бы на месте Додона, я бы, допустим, господин Астурзу сразу же сказал, окей, нет проблем. А господина Гайчука вы бы не выдвинули? А господина Гайчука не выдвинул, потому что послал бы его на минное поле. Значит, если он мне друг, да, товарищ боевой, рядом со мной, послал бы его на минное поле. Год до выборов, правильно? Это называется минное поле, да? А, и армия это минное поле, потому что в армию пошлешь. Не дай бог, через месяц-два или за месяц до выборов, ну, застрелится солдат. Не дай бог. Это вы, да, уже из личного опыта. Как это потом, или украдут там одну-две гранаты, как это потом, все это самое, как это будет перед выборами? Видите, господин Гайчук, он все-таки вас беспокоится. Если не... Забоится, забоится. Беспокоится. Не, я не понимаю. Господин Мариус, а можно еще один вопрос? Я вот слышала такое вот, вы вместе работали все-таки. Я был подчиненным. О, вот это хотелось сказать, правда, что вы были адъютантом господина Гайчук. Это минская должность после командно-штабного колледжа, не знали, что со мной делать. Тогда две недели я был замминистра обороны, был адъютантом. Министром министром. Вы тогда были замминистра. Гамурарь был министром тогда. Да, то есть понятно. То есть, видите, вы, наверное, были хорошим начальником, если он сейчас так вас беспокоится. Из таких соображений не выдвинул бы. Хорошо. Я не хочу сказать ничего в политическом плане, но в личном плане господин Мариус, порядочный человек. И я это почувствовал и после того, как я не в армии, а он был министром. Сколько раз я обращался по любым личным проблемам, семейным проблемам. Всегда помогал, всегда понимал, всегда слушал, что мог-помог, что не мог-не мог. Это я понимаю, но важно для нас, для военных, когда тебя помнят, слушают. Ну и когда еще и поддерживают ваши передачи, это вообще... Спасибо. Можно мне закончить? Да. Я быстренько, да. Быстренько. Почему я говорю, что не об армии, а с другой стороны, да? Сейчас правящая партия выдвинула заместителя, председателя партии на ППМ, да? Да. То есть он... Это партия, которая, скорее всего, после 2018 года уже не будет в парламенте. Скорее всего. Потому что маленькая, да, она удачная, с хорошим лидером. Поэтому хорошие результаты у него были в евроинтеграции. Но так складывается политическая установка, что, скорее всего, не будет. Да нет, народ нужно миллиарды, не простил, и что он был просто премьером, да. Да, если проблемы в армии будут, они у партии господина Лянки, они у правящей партии демократов, да? То есть в выборах в 2018 году нельзя будет сказать, что демпартия не справилась с Министерством обороны. Вот они и есть люди. Это не справился партия господина Лянки. А если поставить Гайчука или еще кого-то, да, то это сразу же вот он, кто он сделал. А если вы... Поэтому я говорю, что речь здесь идет не об армии, речь идет о 2018 году. Господин Гайчук, вы хотели что-то добавить. Я просто хотел сказать, что здесь другая опасность. Поставишь Гайчука, все пойдет, дело нормально. Тогда лавры как бы другому достанется. А не может быть такого, потому что политические концепции, да, или политическая борьба, она сделана так, что сделают, чтобы было ненормально. Потому что вот она коалиция правящая, вот он президент, вот оно правительство. А в правительстве есть один человек, который не в правительстве. И тогда, хочешь не хочешь, деньги кто дает? Правительство. Стратегии кто принимает? Правительство. И многое другое. Я еще раз говорю, был бы я на месте Додона, взял бы и утвердил бы Евгения Сузу. Да, ну это получается как-то назло, знаете. И после этого, давай эту стратегию, давай эту стратегию, давай деньги на это, давай деньги на это, на это, на это. И армия только бы выиграла. Я поняла. И одни должны будут помочь и другие. Господин Марионосов, вы повторяетесь, вы уже эту мысль говорили, только занимается время. Давайте все-таки немножко другие вопросы обсудим. Вот сейчас все спорят о роли верховного главнокомандующего во всей этой истории, да? Вот скажите, пожалуйста, что для вас, когда вы были министром, означала позиция президента? Господин Гайчук. Она определена в Конституции. Я к дополнению, что говорил господин Марионосов, хочу сказать, что в своей деятельности раньше, ты и теперь, я всегда руководствуюсь законодательством. Первым делом это Конституция. Поэтому если ты руководствуешься Конституцией, то проявляешь принципиальность, то тебе не страшны никакие правительства, люди и так далее, и так далее. У тебя есть Конституция. Я, ну, были такие случаи, когда и наперекор даже Владимиру Воронину говорил, что я не буду выполнять вот это, потому что вот это противоречит такому-то закону и так далее. И такие случаи были. И, ну, как мы не ругались, это он меня ругал. Я сидел молча и слушал, я не буду признавать, но я не выполнял. И проходило время, он успокаивался и говорил, наверное, ты прав. Но я поняла, это если вот, секундочку, это если сидят вот и разговаривают Владимир Николаевич с господином Гайчуком, а если какие-то официальные вот вещи, да, вам приходят вот какие-то разнарядки. Так есть Конституция, которая определяет, что он главнокомандующий, он главный командующий для вооруженных сил. И его приказы, указы, диспозиции... Не, ну приказы, если это верховным главнокомандующим, то это приказ. Я думаю, что это нормально, выполнять их с последующим докладом или сразу докладываешь премьер-министру, что я получил такую-то задачу, я ее выполняю. Я правильно понимаю, это был ваш основной главный начальник? Да, конечно, это основной главный. Хотя мне звонил премьер-министр Тарлю постоянно, звонил председатель парламента, тоже звонила, кстати, Евгения Владимировна Остапчук. Я всех слушал, я всех выполнял, но только потому, что у меня главной была Конституция и законодательство в военном деле. А после этого я смотрел их указания, соответствует это. Но главный, конечно, был главнокомандующий. Конституция написана, здесь я не открываю ничего нового. Но, тем не менее, у нас сейчас есть, у нас Конституцию каждый сейчас трактует по-своему, господи Гайфович. Не мне вам говорить. Для вас позиция президента, я знаю, она в вашей жизни сыграла определяющую роль, да, господи Гриноцова? Вот что она для вас означала? Для меня, так же, как и для господи министра, означало, конечно, прежде всего, руководство Конституцией. То есть, очень важно, наверное, самое важное, да. Но если противоречило Конституции, то я иногда и спорил. У меня были случаи, когда не говорил только президент, а говорил я. Да, да, были случаи, когда меня выгоняли из кабинета. Были случаи. Президент вас выгонял? Да, и был случай, когда я ушел сам с должности. Не, ну, первый раз, первый раз, секунду, я уточняю, вы позвонили ему, сказали, что вы завтра подадите заявление, он вам сказал, нет, не нужно. Нет, я подал при Тимофте, а, то есть, было два раза. Да, я говорю, вы позвонили, сказали, что вы намерены завтра начать подать заявление. Нет, тогда я встречался, говорил с ним. Он сказал, не нужно, было такое. А потом, вот, второй раз, уже... Спустя 4 или 5 месяцев, не знаю уже сколько было там, не помню, не столь важно для меня. Тогда уже принципиально дошло до того, что ничего не двигалось, вообще ничего не двигалось. Первый раз было что-то по мелочи, там связанное что-то, кажется, я уже не помню. Не помню, почему первый раз. Я помню, это не по мелочи было, господин Маринутс, это было связано с гибелью солдата. И тогда, когда была ассоциация матерей, и она тоже требовала вашей отставки, вы сказали, что вы вашей маме боитесь смотреть в глаза, потому что вы понимаете, как эти матери пострадали, и что вы не боитесь отставки, сказали вы тем женщинам. То есть это не мелочь. Я с ними встречался, я вот сейчас вспомню, я с ними встречался с ассоциацией... Ведь я лучше помню вехи вашей карьеры. Я знаю, кто даже эту ассоциацию послал ко мне, кто-то, кто сейчас у власти, знаю, я был у того солдата дома. А кто, не хотите сказать кто? Социалистическая партия, так скажем. Я встречался с матерями, разговаривал с ассоциацией, и я сейчас вспомнил. Тогда я президент сказал, чтобы он не трогал военных, не трогал начальника главного штаба и командующего сухопутными войсками. Потому что командующий сухопутными войсками был очень перспективный полковник, молодой. К сожалению, он уже не в армии, он в ОБСЕ, много лет уже прослужил. И я тогда был у президента и подал рапорт на оставку. Его не приняли тогда и сказали, что идите служить. Президент тоже посчитал, он объяснил, если помните, тем, что он сказал, ну это не такой повод, чтобы министр лично за это отвечал. Я считаю, что это не повод, чтобы министра снимать тоже. Потому что до министра есть и командир взвода, и командир роты, и есть звено, которое отвечает непременно за боевую подготовку. Командир батальона, командир бригады, снимать начальника главного или генерального штаба. Сколько солдат при вас погибло? 11 человек. Вот. Да. Поэтому я не принимаю вашу позицию, вы можете со мной не соглашаться, давайте не станем это обсуждать. Да, я не согласен, но не будем вас задать. Вы не согласны? Да, я считаю, что гибель 11 человек это 11 раз повод отправить министра. Это мое мнение, пусть оно останется со мной. Теперь далее. Мы начали говорить о взаимоотношениях министра обороны и верховные главнокомандующие. Вы знаете, я почему этот вопрос вам сейчас задаю. Потому что вот сейчас представители правящей коалиции, они говорят, что роль верховного главнокомандующего оказывается, по их мнению, но она, не знаю, ничтожна. То есть они сводят его позицию, его мнение, его полномочия практически к нулю. Вот так Сырбу господин и говорил. Вот мы должны принести, он должен подписать и должен не мешать. Все. Мне интересно было ваше мнение, господин Бринуц, не сегодня, а тогда. Вот что вы сказали. Сегодня утром я представил премьеру заявление об отставке с поста министра обороны. Я сделал это вследствие разногласий с главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Мы не сошлись во мнении относительно развития и реформирования оборонной системы. То есть, в принципе, вас волновало, что у вас нет единого взгляда с верховным главнокомандующим на реформы, на дальнейшее развитие. Так? Так. Так. Получается, все-таки у верховного главнокомандующего его роль она достаточно велика. Вы знаете, в других областях, насколько я знаю, я не юрист, но, насколько я знаю, роль президента, она действительно очень маленькая или, как вы сказали, ничтожна. Но на сегодняшний момент, я скажу, к сожалению, в области безопасности, особенно военной безопасности, в принципе, 99% ответственности за развитие сектора у главнокомандующего, у президента на сегодняшний день. И я бы сделал, наверное, то же самое сегодня, то, что сделал и тогда. Потому что речь шла не о участии одного контингента из 57 человек на каких-то учениях. Может быть, если было бы участие, тогда я бы поспорил и не дошло бы до отставки. Речь шла о стратегическом развитии армии, о том, о чем, к сожалению, господин Дадон еще не подумал с ноября или когда были выборы и до сегодняшнего дня. Я считаю, это мое чисто принципиальное мнение, потому что у президента, я уверен, они не выбросили те планы, те концепции, которые были разработаны многими специалистами, на которые ушло невероятное число часов, ночей. И они все есть у президента в Верховном Совете Безопасности. В Высшем Совете Безопасности. В Высшем Совете Безопасности. И уже за это время, имея и секретаря Совета Безопасности, и имея очень хороших советников вокруг, я думаю, что можно было уже начать этот процесс, сдвинуть его с места. Если я правильно понимаю, у нас президента совсем немного, у Вас уже такие претензии, что он не внедрил, я могу себе только представить, какие у Вас претензии к предыдущим президентам, исполняющим обязанности, если они, работая с Вами, наверное, мне даже страшно представить, чтобы Вы сказали в Викадрес. А тут ничего страшного, потому что каждый должен выполнять свои обязанности. Безусловно. Вот здесь согласна. Господин Гайчук. Про отношения еще раз министра обороны и верховного главнокомандующего. Вот смотрите. Разошлись, да? Отправили в отставку за то, что не сошлись во мнение. Ушел. Ушел, да. Ушел. Да, да, да. Вот понимаете, как я пытаюсь сейчас представить. Становится министром, вот фантазируем, да, человек, которого президент не видит никак. Ну вот не видит он в роли министра обороны, но вот он каким-то образом, там, Конституцию 15 раз пересмотрят и вот найдут. Вот. Как они будут работать? Извините, перебью Вас сразу. Да. Страдают все. Вот как эти люди? Во-первых, страдает армия. Страдает армия. Страдает народ. Страдает президент. Все в проигрыше. Вот в таком случае все в проигрыше, потому что идет... Не, ну правящая коалиция радуется. Не говорите. Они говорят, о, мы продавили. Так подождите, правящая коалиция, это же не народ. То есть так получается. Это же не народ. Это же не народ. Я же не сказал, что страдает правящая коалиция. То есть страдает народ, который думает, что все руководство, которое они избрали вместе с армией, охраняют их спокойный сон. Оказывается, это не так. Потому что когда лебедь, рак и щука, мы знаем, что все стоит на месте. Это первое. Второе, что касается роли... Вот у нас в менталитете в Молдове, ну, во всех так мне кажется, что, думаю так, президент отвечает за все. Он должен сделать все. В аптеке нет лекарства, это президент. Пшеница, это президент. В принципе, это есть. Но в Конституции одни из основополагающих его обязанностей, это внешняя деятельность страны. Послы, встречи, это внешнеполитическая деятельность. И второе, это безопасность страны. Он тот первая персона, которая в первую очередь отвечает за безопасность. Он должен строить работу. При нем есть высший совет безопасности. При нем. Почему при нем? Потому что он та персона, которая отвечает за все это. Конечно, я понимаю, что некоторые говорят, что надо брать ему то функции, то функции, то функции. Может быть, если это была чисто парламентская страна, может быть, это и могло бы быть. Но так как мы изменили Конституцию и дали гражданам всем выбрать своего президента. Но это получается чуть-чуть ненормально. Получается, как у нас. Да, это как абракадабра или нонсенс. Когда мы делаем все народные выборы, то есть мы делегируем ему голоса всех. Ну не всех, хорошо. Ну мы же демократы, да? Мы же демократы, мы же понимаем. 51 и все, ты большинство. И ты выиграл. И тебе дали полномочия. Президент Соединенных Штатов. Выиграл. Все, он главнокомандующий. Он главнокомандующий. Хорошо, Франция. Там президентская республика. Хорошо, Германия. Господи Гайчук, вы уходите от этого. А кто президент Германии? Никто не знает. Подождите. Сейчас не вспомню, да. Ну что, у него нет полномочия, я не знаю. Потому что его не избрал все народы. Его избирает Бундеставр. Его избирает... Не уводите, господа министры. У нас 5 минут, у меня куча вопросов, а мы говорим о канцлере. Я понимаю, что у них тоже скоро выборы. Я понимаю, я хочу, чтобы мы сейчас с вами спрогнозировали. Такую ситуацию. Вот есть президент, есть министр обороны, которого навязали всеми правдами и неправдами. Как они будут работать, я поставлю вопрос четче. В военное время, не приведи Божьи, и в мирное время. Никтос Федорович, а как это будет? В военное время министр обороны гражданский, он уже не министр обороны становится, начальник генерального штаба и начальник главного штаба, он первое лицо. А также, как будет тогда президент, который имеет военное образование, в военное время рули. То есть он тоже на начальники генерального штаба будет опираться. А с другой стороны, если, как вы сказали, навязали, да? Да. То будь умнее, будь умнее, ставь задачи и работай. Вот в мирное время, если можно, у нас 5 минут, я очень еще хочу вам вопросы задать интересные. А в мирное время как они будут между собой? Это вот Господин Горьков считает, что страдают люди, армия? Я считаю, что наоборот. Если сейчас поставить министр обороны человека президента, пострадает армия. Потому что правительство не будет давать денег. Нет, вопросы, они более важны. Есть бюджет, который не обязан. Да, бюджет, который... Согласен, но бюджет может быть... Тогда мы вызываем к неповиновению полностью. Нет, но бюджет... Есть конституция, есть определенный бюджет, это закон, и он обязан. Вы тоже знаете, как бюджет делается, да? Так уже сделанный уже. Сколько отводится на армию? 0,3? Да, за эти 0,3 сколько можно сделать? Хорошо, поняла. И т.д. и т.п. Вопрос, господину Гайчуку, вас не смущает, если в случае вдруг представим такую ситуацию, что правящая коалиция говорит, ну ладно, раз мы видим, ну вот так все, вот давайте мы Гайчук, а вот до него ходим президентом, ну и бог с ним, пусть идет. Вы себе представляете, как бы вы в роли министра с правящей коалицией, с правительством? Да, я представляю, как сказал, хорошо сказал Марина Нотца, говорит, это как на минном поле. Я еще раз повторяю, для меня не сама цель, это должность. Но, знаю, сейчас много меня критикуют везде, ну и хвалят в том числе. Я, человек, получивший от президента награжденный самой высокой наградой, называется Орден Республики. И чтобы я теперь побоялся быть министром обороны, потому что в правительстве кто-то будет на меня косо смотреть, никогда этого не будет. Я смелый человек, я летчик-исстребитель. Высоко летают. Высоко летают. Я годник летной работе без ограничений. Я не боюсь этого. Но это еще раз повторяю, это для меня не сама цель. И хочу, чтобы всем было понятно. И я считаю, что армия даже малочисленная, которая, как Республики Молдова, готова дать отпор и отстоять независимость нашей страны, любой другой армии любой численности. Я имел неосторожность в Академии наук читать лекцию или выступить со своим опытом о том, о роли религии, роли нашей религии в вооруженных силах. И приведя пример, может быть, не совсем удачный, назвав Донбасс, я назвал Вьетнам, я назвал Афганистан, страны с маленьким населением, с маленькой армией. Донбасс не страна все-таки, да. Я не сказал, что Донбасс страна. Я просто сказал, что это регион. Да, да, регион. Я имел в виду, что 20 тысяч человек могут противостоять 40, 50 и так далее. Мне надо было лучше сказать, что Штефан Чалмари, имея 10 тысяч воинов, мог противостоять турецкой орде, которая имела 100 тысяч. Штефан Чалмари однозначно с правящей коалицией справился. Поэтому я сразу, чтобы была понятна моя позиция, что надо работать для своей страны, ни для Румынии, ни для Украины, ни для Польши, ни для Российской Федерации. Надо защищать свои интересы. Когда я заявляю, что да, я знаком с Рогозиным, потому что мы работали в НАТО, но я знаком и с послом, я с Викторией Нулан в хороших отношениях. В очень хороших отношениях. Мы тут господина Маринуцы просто не стесняемся, теперь рядом стоять. Да, она тоже была знаком с Викторией Нулан. Завидевать америкосом или американицем, или как, я не знаю. Интересы своей страны надо защищать. При этом надо иметь хорошие взаимоотношения с Румынией, с Украиной и с Российской Федерацией, и с Соединенными Штатами. И тогда мы будем жить, думаю, мирно, процветать и иметь успех. Время уже вышло, я уже катастрофически перебрала. Но так хочется задать еще последний вопрос, такой творческий он. Представьте себе, что судьба дает вам второй шанс. В вашем случае уже это было проговорено, в вашем нет. Но вы тут вообще свои политические перспективы описали. Да, более высокие, что я даже стесняюсь вам задавать вопрос теперь этот, но... Флот тот целый, который не стоит стать генералом. А генерал, который не хочет уйти на пенсию. А генерал, который не хочет стать министром. Правда, это стоит генералом. Да, правда. Хорошо, если можно, вот все-таки вот так судьба. Какой первый приказ в качестве министра вы бы сдали? Быстро. Только прямо вот назвали и уходим. Ну, в котором нуждается сейчас личный состав. То есть вы бы позаботились о личном составе. Первое, это я даже поддерживаю идею президента восстановить социальный пакет, который в 2009 году был отобран. Спасибо, спасибо. Спасибо, господин Маринутса. Вы бы что сделали? Я не могу сказать так сразу. Надо оценить обстановку. Ну, я могу сказать тоже, что забота о личном составе и т.д. и т.п., но пока не оценишь обстановку, на это может уйти один день. Поняла. Элегантно вы уходите, но это ваше право. Я вам благодарна за то, что вы пришли. Вы знаете, мне кажется, что передача получилась очень содержательная. Потому что я получила возможность задать те вопросы, которые волнуют очень многих сейчас. Все ведь говорят, у нас все эксперты, все знают. Каким должен быть министр обороны, что должен делать и все детали. Поэтому мне кажется, что вы сейчас немножко эту кухню раскрыли, как вы были на этой должности. Это было очень важно. И надеемся, что это будет способствовать выходу из кризиса в том, в котором мы сегодня находимся. Господа генералы, спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»